Алматинские власти взялись за базары. После вчерашнего поручения президента Тукаева, чиновники Алматы и области начали наводить порядок на рынках. Через два месяца Акимы должны отчитаться главе государства о результатах. Основные силы бросят, конечно, на крупнейший торговый комплекс страны Алтынарду. Не меньшего внимания требуют и маленькие базары. Продавцы одного из таких сегодня решили рассказать, в каких условиях работали последние годы. Их выслушал Денис Брагин. Пока на крупных базарах по поручению президента наводят порядок чиновники с полицейскими, на мелких торговцы своими силами пытаются улучшить себе жизнь. Сегодня продавцы рынка Борис-4 приостановили торговлю, чтобы рассказать, что тут творилось при прежней администрации. Жалуются, их вынуждали покупать товары у определенных поставщиков по завышенной цене. А компании, которые привозили товар, платили налог за каждый отгруженный килограмм. И эти поборы продолжались почти пять лет. Они мониторингом занимались. Например, один поставщик, если в месяц 20 тонн продукции, например, сыра или колбаса, если завозил, они оплачивали за килограмм данного товара. Например, за килограмм, если 10-15 тенге, отдельная оплата шла. А это 10-15 тенге, они же со своего кармана не будут давать компанию. Они добавляют стоимость товара. По словам торговцев, запускали на рынок только те компании, которые осиливали установленный хозяевами налог. Платили его через черную кассу. Из-за этого и дорожали продукты. Колбасу «Сервилат» продают здесь по полторы тысячи тенге за килограмм. И практически все торговцы покупают ее у одного и того же поставщика, которого им навязали. А он завышает стоимость. Следовательно, продавцы вынуждены накручивать цену. Хотя можно эту колбасу продавать и дешевле. Если закупать у других поставщиков. Но к ним торговцы обратиться не могут. А еще, говорят продавцы, прежняя администрация постоянно выписывала штрафы, выставляла непомерную аренду, а также брала плату за въезд тележки с товаром на территорию рынка. К примеру, Жанна Суинбаева каждый раз отдавала за это 2600 тенге. У нас за штрафы, за любой нас, за мусор. Мы даже этот мусор выносим домой, забираем у нас просрочкой. Вот у нас за просрочку мы платим 200-300 тысяч у нас было такое. Мы платим тележку. Вот моя личная ручная тележка, за нее я плачу 2600. В год получается целый джип. Но теперь все должно измениться в лучшую сторону. Месяц назад на рынке поменялось руководство. Оно пообещало не продлевать договор с навязанными поставщиками и не допускать монополии. 8 января у нас сменился директор в администрации рынка БАРС-4. По его указанию в данный момент убрали все сборы и все монополии. Базар будет работать в штатном режиме, но никаких монополий или так далее не будет. Уже цены, конечно, это зависит от поставщика. Администрация не занимается поставкой товаров. Администрация только сдает в аренду торговые точки. Торгуют на этом базаре больше тысячи человек. Все они хотят работать законно, ничего не бояться и платить налоги государству. А потому просят власти проконтролировать, чтобы обещанный порядок на рынке действительно был. Ведь больше всех от этого выиграет покупатель.